Когда вернулся домой с телевизором и думаешь, на какие ингредиенты ты потратишь денежки с этого самого телевизора. Hello, друзья мои, добро пожаловать в Sims 4 вместе с Марой. Мы вернулись домой вместе с новеньким телевизором. Дело в том, что в конце прошлой серии Мара изучила очень и очень интересное заклинание. Мы решили сходить к соседям, познакомить. Мара решила прикинуться их новой соседкой из вот этого дома. Большой такой домик, как вы видите, у нас здесь находится. Она решила к ним зайти, поговорить, поболтать. Предложила зелье, кое-кого стошнило. И пока никого не было в доме, она украла целый телевизор, друзья мои. Телевизор мы украли вместе с Марой. Вы представляете, сколько у нас сейчас будет денег. Сейчас мы с вами заходим в режим строительства. И знаете, что самое смешное? Если этот телевизор будет на самом деле стоить... Три с половиной тысячи, ребята! Три с половиной тысячи! Продаем вот это. Это у нас что, гиацинт? Ну, гиацинт, давай ты... Что-то не хочешь здесь стоять? А что ты не хочешь здесь стоять? Ну, ладно. Гиацинт у нас здесь размещаться не хочет. У нас тут есть всякие поделки интересные. Но нас они тоже пока что не интересуют. У нас сейчас есть 8300 символионов. Вы представляете, какая молодец наша Мара? Давайте мы ее отправим. Она заслужила. Сначала в туалет. Давай-ка, отправляйся. Сходи, пожалуйста. И затем сходи, пожалуйста, в быстрый душ прими. Ну, а мы пока что посмотрим, чем занимаются наши девчонки. Я смотрю, что... Подожди, ты куда пошла? Ты куда идешь? Собрать урожай? Родите? Тихо, тихо, тихо. Именно что... Подожди, я надеюсь, что ты не продала эти розы. Не надо. Я тебя очень прошу, не надо их продавать, потому что мы должны будем их сейчас посадить. Я хотела их посадить вообще-то вместе с нашей Марой, но я думаю, что мы можем попросить... Подожди, поставь, пожалуйста, скрипку. Зачем тебе скрипка? Почему нужна была... Какая школа? Возвращайся, пожалуйста. Вот вы посмотрите. Она ушла куда-то гулять. Наша принцесса, видимо, начинает уже нарушать первые правила нашего устава, который, я думаю, здесь у нас зафиксирован нашими ведьмами. То есть они нам сказали, что мы не имеем права никуда ходить, ничего делать. А наша красавица уже решила отправиться где-то погулять. Так, давай-ка рисуй большую картину. Не надо мне звонить. Мы не будем сейчас ходить в школу. Давай-ка отправляйся, рисуй картины. Нам нужно и дальше прокачивать, конечно же, наши навыки рисования. Давайте посмотрим, что делает сейчас... Подожди, а куда Азура отправилась? Не-не-не, не надо ничего собирать. Давай мы тебя попросим пойти немножко потренироваться, потому что мы должны дальше прокачивать твою магию. Опускаемся в самый низ и посмотрим, что у нас тут есть. Давай экспериментировать. Вы видите, что нам осталось немножечко заполнить шкалу, и все будет вообще в эрегу. Ты принимаешь душ, это отлично. А ты, моя дорогая, сейчас... Не-не-не, не трогай, пожалуйста, Азура. Ты идешь сейчас собирать вот эти вот все грибочки. Давай-ка мы, ну, продать урожай грибов. Мы с вами знаем, что грибы, к сожалению, стоят мало. Я вижу, что у нас тут все мигает. Я бы хотела, хотела бы продать. Нет, сейчас нас это не интересует. Волшебство у нас тоже, наверное, сейчас тираж. Мы можем тиражировать, но я думаю, что мы это делать не будем. Мы пока что не можем, получается, улучшить наши грибы. То есть, одна пришла продавать, другая пришла поливать. Отлично. Ну, хорошо, давай продай урожай грибов. Я вижу, что у нас есть продать весь урожай, но мне, знаете, как-то так уже попроще. Да, правильно, пополивай. Мы собираем и сразу поливаем. Я избавлюсь сейчас от грибов, потому что, вы видите, 14 миллионов. Но мне кажется, грибы это не самый лучший вариант. Мы сейчас с вами, знаете, как сделаем? Мы сейчас вот это все, вот грибочки, хотя нет, продавать не буду. Я их лучше отправлю в багаж. Мало ли что, вдруг мы захотим все-таки к ним вернуться. Мы сейчас возьмем розы и попросим Мару посадить розы, потому что розы, вы знаете, стоят очень дорого. Вот смотрите, 42 семиллиона. А если мы будем их еще улучшать, то это вообще будет просто супер. Я хочу попросить, почему ты не занимаешься? Я вот не могу понять. Я попросила ее пойти позаниматься. Кстати, смотрите. У нас с вами тут еще одно растение. Слушайте, 8 с половиной тысяч. Просто вот, вот изи. Мы сейчас попросим Мару пойти это все посадить. Оставьте, пожалуйста, вот этот вот садик. Я вас очень прошу. Мы вместе с Азурой опять отправляемся вот сюда экспериментировать. Ну а вместе с Сабриной мы, наверное, пойдем что-нибудь приготовим. Вообще, пожалуйста, переоденься. Сменяя одежду, то ты действительно будешь как-то сейчас привлекать внимание. Я, кстати, несколько еще нарядов добавила нашим девочкам. Что вот такое? Печеные фрукты, главное, что они великолепные, понимаете? Стоит в холодильнике плохо. Стоит не в холодильнике, все великолепно. Давай мы сейчас с тобой приготовим что-нибудь на гриле. У нас как раз весна. Хорошее настроение. Давай-ка мы с тобой приготовим томатный суп. Давай стейк приготовим. Мы же с вами рыбку ловили. Я, конечно, понимаю, что это будет не стейк из рыбы, но все-таки. Нам гидри. Эй, мила! В смысле мила? А, фух, я подумала, что я перевелась на Луну и думаю, подождите, какая милашка? Вы чего? Вы что-то попутали? Что за дурацкая привычка бросать картины? Я вот не могу понять. Мы просим Луну рисовать. Она все это бросает, идет кататься, развлекаться, с горшками, главное, ходит. Ну, ничего страшного, ничего удивительного. А ты куда пошла? Что это за манера? Слушайте, они почему-то начали все бросать. Ну, все, стул я решила все-таки убрать, мало ли, может, действительно там не пройти. Иди, пожалуйста, экспериментируй. Все, пошла, наконец-то. Ты что делаешь? Ты тоже пошла готовить. Да перестаньте вы готовить. Переставайте вы готовить. Я хочу, чтобы ты отправилась все поливать. Ну, а ты мне расскажи. Это стоит тебе в телефоне залипать. Слушайте, а стейки? А стейки уже готовы. Возьми, пожалуйста, порцию. Мы сейчас... Слушайте, она пошла рисовать реально. Она действительно отправилась рисовать. Я уже думала, что все, мы забыли про рисование. Третий уровень. У нас уже четвертый уровень пения. Третий уровень... Ну, четвертый уровень, грубо говоря, рисования. Я думаю, что мы с вами попытаемся и дальше все прокачивать, потому что нам, ну, два дня осталось, и будет день рождения. То есть, вы видите, нам осталось совсем немножко. И я думаю, что, возможно, даже сегодня мы отметим день рождения нашей принцессы. То есть, она уже станет молодой. Ну, и затем нам нужно будет встретить принца. Я даже буду представить, кого мы встретим. Понимаете, это должен быть рандомный человек. Может быть, это, конечно, какой-то наш сосед будет, но что-то мне подсказывает, что это далеко не факт. А куда ты идешь? Не надо идти готовить. Если ты голодная, смотри. Смотри, вот тут приготовили вкуснейшие стейки. Просто вкуснейшие. Мы же с вами знаем, как готовит наша прекрасная Сабрина. Кстати, тебе нужно будет здесь все почистить. А это у нас что такое? Это у нас почему-то здесь стоит наша поделка. Ура! Мэр Русиков, наконец-то, начинает к нам прислушиваться. Это очень хорошо. Что ты делаешь? Ты пошла спать. Правильно, я разрешаю тебе пойти отдохнуть, пока мы сейчас будем с вами заниматься тем, что мы будем, конечно же, пытаться заработать больше денежек. Дорогая моя, я хочу тебя попросить поспособствовать росту раз. Потом что-то мне подсказывает, что вот этот драконий фрукт как-то, ну, не очень хочет расти. Давай-ка мы поспособствуем. Может быть, мы сейчас можем еще дороже это все продать. Я, конечно, не уверена, но это было бы очень здорово. Я бы хотела сегодня вместе с Марой еще сходить по нашим соседям. Ну, мол, знаете, типа, здрасте, здрасте. Мы хотим с вами познакомиться. И давайте-ка, может быть, я вам тут зелье какое-то интересное смогу предложить. Для того, чтобы предложить зелье, мы должны будем сейчас так. Ты тут тоже можешь собрать весь урожай. Весь урожай. Что-то у нас, видите, блестит, что-то у нас не блестит. Поспособствую росту. Здесь вроде бы нечему уже способствовать. А здесь можно как раз. И, по-моему, вот здесь. Все, давай уже будем все продавать, потому что, мне кажется, мы... Собрайтесь. Продавай все. Потому что, мне кажется, мы до завтра не закончим это все делать. Значит, ты занимаешься зельем. Вы видите, что сейчас у нас Азура уже перейдет на следующий, получается, уровень. У нее уже будет эксперт. Вот, ребят. Все, супер. Как видите, она просто молодец. Мы с вами прокачиваем, как вы видите, волшебное влияние. Я хочу прокачать, ну, охота за сферами. Ну, не знаю, надо ей это, не надо. Практическая практичность. Практически нас не интересует. Мастер пакостей нас, наверное, вот это интересует. У нее кротимое зелье и заклинание. Вот это пока нам все закрыто. Волшебные скидки. Учитель от природы. Я вот думаю, может быть, нам стоит общительный чародей. Ну, такое. Мне кажется, снять заряд. Это очень важное заклинание, которое, мне кажется, нужно любой ведьме знать. Давай, иди все попродавай. Мы отправим, конечно же, Мару отдыхать, потому что она, бедняга, очень сильно устала. Ну, молодец. Все. Я за тебя очень рада. Но, что мы сейчас пойдем вместе с Азурой делать, это, конечно же, пойдем дальше прокачивать нашу магию. Давай-ка, иди сюда. Ну, а ты что делаешь? А ты идешь... Зачем играть на скрипке? Зачем этому учиться? Ты же так у нас сейчас тут садовый салатик сделаешь, еще что-нибудь. Кстати, от вот этой каки мы сейчас с тобой избавимся. Вытирай слизь. Вы видите, что у нас наши призраки, знаете, они то активничают, то не активничают. То есть у них как-то очень странная вот эта активность вылазит. Я смотрю, чтобы тут у нас руки новые не торчали. Не? Ну, вроде бы ничего не торчит. Значит, тут у нас стейк лежит. Если кто-то захочет стейк, подходите, берите, не стесняйтесь. Все, ты вытирай, пожалуйста. Мы Мару отправляем спать. Она, бедняга, очень сильно устала. У нас 10 тысяч, ребят. Все. Нас с вами теперь есть 10 тысяч. То есть мы... О-оу. Мы с вами сможем сделать небольшой ремонтик после того, как переедут ведьмы. Я думаю, что... Что происходит? Что у нас уже тут сломалось? Я так понимаю, что призраки решили еще немножко где-то пошутить. Я думаю, что мы сделаем небольшой ремонт в доме, потому что, ну, будем считать, что ведьмы оставили такой вот подарок для своей принцессы. То есть что? Что ты не хочешь, да, убрать и помыть? Не, не надо убирать и помыть. Дай, пожалуйста, Маре выспаться. Я тебя очень прошу. Ложись. Все правильно. Она решила, что надо еще больше одежды подбросить для нашей Сабрины. Кстати, она уже починила. Слушайте, то она чинит, то не чинит. Мы должны сейчас все развесить на веревке. Я надеюсь, что никто не будет рвать эту несчастную веревку, потому что это будет совсем какой-то кошмар. Принцессу нам придется все-таки разбудить, моя хорошая. Я думаю, что ты поспишь еще самую малость, и дальше ты пойдешь, конечно же, прокачиваться, потому что нам срочно. Нас очень мало времени. У нас остается, грубо говоря, два дня. Мы будем так считать. Я думаю, что мы на закате отметим ее день рождения. Поэтому у нас есть два дня просто, чтобы прокачать. Класс! Клим Мороз хочет зайти в гости. Нет! Какой Клим Мороз? У нас уже весна. Клим, ты перепутал, по-моему, немножко. Что ты идешь делать? Ты идешь готовить. Смотри, вот стейк лежит. Такое ощущение, что я записываю рекламу стейков, ребят. Ну вот серьезно. Каждый нужно показать. А, уже нормально. Все, убираем. Убираем. Все, нужно убрать. Ты чего какая-то такая нервная? Что у тебя не так? Грязно? Так мы должны с тобой поубирать. Грязная поверхность. Давай пойдем сейчас с тобой помоем. Вот смотри, видишь, тут действительно грязь. Сердно тереть? Нет. Чистите. У нас есть классное заклинание, которое тебе должно подойти. Тем более, что мы можем сейчас с тобой без проблем генеральное безумие. Не-не-не, не надо это делать. Я бы хотела выпить зелье, учиться волшебству. Мне бы хотелось пойти, конечно, поучиться немножко. Но я думаю, что мы сейчас с тобой должны, знаешь, что сделать? Пойти еще немножко поэкспериментировать с зельями. Потому что больше всего зелья изучила как раз наша Сабрина. А эти зелья, как вы понимаете, нам очень-очень даже полезны. Чего ты такая злюка? Что случилось? Клочки, ошметки, сиденья на поцарапанной мебели. Ну, извини, пожалуйста. У нас котик немножко может пошутить и пошалить. Сабрина выучила еще несколько полезных зелий. Так что я думаю, одно из этих зелий мы можем даже сегодня попробовать поиспользовать. Называется это зелье Аура Неотразимости. И мне кажется, что мы можем вместе с Марой использовать это зелье, когда пригласим в гости, например, Гидри. Смотрите, у нас как раз 8 вечера. Мы сейчас Сабрину, наверное, отправим спать. Азора тоже ложится спать. Она очень сильно устала. Наша красавица-принцесса. Будет сейчас заниматься своими картинами. Кстати, картина уже готова. Слушайте, 280. Давайте мы ее тоже продадим коллекционеру. Я хочу еще несколько классических картин нарисовать. Мне кажется, что можно будет их повесить у себя в доме. Ну, принцесса же у нас хорошо рисует. Хорошо, почему бы нам не развесить здесь картины? Ну, а вместе с Марой мы сейчас... Может быть, тебе стоит переодеться, дорогая моя? А то как-то, ну, неловкая ситуация. Давай-ка ты смени одежду и переоденься. Вот, смотри, у тебя теперь такой вот новый наряд есть. Ты продавай, пожалуйста, эту картину. Давай мы с тобой переоденемся. Смотри, вот у тебя есть такой вот нарядец. Давай, переодевайся. И сейчас мы с тобой будем дальше рисовать. Я предлагаю среднюю. Давайте нарисуем среднюю. У нас тут не самые высокие потолки, поэтому я думаю, что... О, ребят, ну слушайте, ну прям... Гидри, а почему ты появился в комнате принцессы? Я, конечно, ничего как бы против не имею, но... Но все-таки это как-то немного странно. Давайте мы сейчас с вами выпьем это зелье. Это зелье настроит всех окружающих на романтический лад. Ну, давай-ка выпьем. Давай-ка мы сейчас посмотрим, как оно на Гидри подействует. Привет. Привет. Дурачиться? Нет, дурачиться я точно не хочу. Я бы хотела с тобой... Подождите, он уже... Он уже к нам идет. Я только хотела с ним как-то поболтать, а он уже к нам идет. Он уже настроен... О, смотрите, уже кокетливый разговор. Я вам говорила. Извиниться? Ну, хорошо, извинись. Это, знаете, повод помириться с Гидри. Выпить вот такое вот классное зелье. Все это перестало на меня дуться. О, ребята, действует. Да ладно, вы что здесь... Подождите. Мы выпили зелье, и он нам сразу предложил... Извинились. И вы посмотрите. Это зелье работает. Все, идите развлекайтесь. Мы вам не будем мешать. У нас еще плиззраки появились и в Калидоре, и не только в Калидоре. Мы их все равно трогать пока не будем. Они опять идут развлекаться на этот стол? Слушайте, ну это просто какое-то, я не знаю, как-то вот зелье прям слишком... А, нет. Куда они пошли? На стол все-таки, да? Нет, они пошли на кровать к ним. Все, ребят, мы их не трогаем. Мы не будем им мешать. Мы сейчас посмотрим, что рисует наша принцесса. Я смотрю, что, кстати, рисуют она действительно очень неплохо. Что такое? Мы сейчас с тобой пойдем вниз. Не переживай, моя хорошая. Мы пойдем сейчас... Нужно душ принять. Мерусиков у нас тут отдыхает. Я хочу одежду вот сюда. Кстати, ты развесила белье? Да, бельишко развешено. Я хочу здесь сейчас еще поубирать. Ну, вроде бы у нас более-менее чисто. Самое интересное, что надо бы миску, конечно, почистить. Здесь почистить. Но я хочу, чтобы наша Сабрина отдохнула. Она целый день работала. И между... Слушайте, а почему? А, тут у нас светильник, кстати. Я уже хотела спросить, что у нас мигает даже в столике. Кстати, нам бы желательно повесить несколько светильников у нас вот здесь. Потому что наша тепличка, ну, как вы понимаете, она будет играть очень важную роль в жизни. Ну, вот. Все уже испугаются. Да, все перепугались, думают, что здесь происходит. Поспать, да. Ложитесь спать. Не мешайте, пожалуйста. Ты хочешь в туалет? Давай я тебя отправлю. А то как-то... Нет, ребят. У нас теперь все грязное. Только я хотела сказать... В панике покакать. Только я хотела сказать, что у нас тут как бы... Ну, как бы чистенько вроде все. А у нас как раз все покрылось пылью. И я понимаю, что нам нужен будет пылесос. Но, знаете, в чем самая большая проблема? Мы пылесос не можем использовать на участке без удобств. Вот это прям совсем нехорошо. Но посмотрим. Может быть, мы потом поменяем... Значит, опустошить миску. Давай-ка ты опустоши миску. Может быть, мы потом поменяем наш участок. Ну, мол, как бы... Когда этот дом уже будет нашей принцессы. Я бы хотела его как-то чуть-чуть облагородить. Поэтому я и говорила о том, что нам с вами стоит еще денюжки подкопить. Давай, мой руки. Мой-мой-мой. А вы все еще развлекаетесь. Ладно, я вам не мешаю. Хорошо. Допустим, куда-то у нашей Сабрины рука пропала. Ну, ничего, бывает. Это ведьмы. У них всякие такие вот штуки могут происходить. Я пока смотрю, нет ли у нас тут каких-то проклятых предметов. Потому что проклятые предметы... Это не то, что нужно нашему домику. Нет, вроде бы все окей. Мы это трогать пока что все не будем. Палочку-дразнилку. А почему палочка-дразнилка теперь выглядит вот так? Кто уже ее успел сломать? Не надо ломать наши палочки-дразнилки. Мы должны отправить Сабрину сейчас отдыхать. Так, мы не мешаем. Все. У нас там любовь с призраком, понимаете? У нас тут прям такая самая настоящая романтическая атмосфера. Вот, смотрите, какие у нас тут красивые картины. Я предлагаю повесить, наверное, эту картину, ну, где-нибудь вот здесь. Причем я бы хотела ее сразу же вставить картину в рамку. Если утром Сабрина решила немножко выспаться, девочки пытаются сами приготовить что-нибудь покушать. И я вижу, что у них не очень хорошо получается. Плюс у нас везде грязь. Ничего не убрано. Вот понимаете, без Сабрины ничего не может сложиться нормально. Я думаю, что нам придется ее сейчас разбудить. Прости меня, пожалуйста, но ты должна приготовить какой-нибудь завтрак. Давай мы попросим, ну, что приготовить? Может быть, мы с тобой можем приготовить... Что можно на завтрак? Садовый салат? Нет, нас это все сейчас не интересует. Давай посмотрим, что мы можем здесь приготовить без удобств. Рагу лесника. Давай приготовим рагу лесника для всей семьи. Кто тебе? Опять Гидри звони, да? Хочешь отпраздновать со мной? Я так боюсь, что? Что он там боится? Давай посмотрим. Куда ты собираешься? Ты идешь в туалет, смотри, давай я тебе еще раз... О-оу. Может, это не самая хорошая идея? Это как-то не очень хорошо получилось. Зато у Сабрины хорошее настроение. Она сегодня, между прочим, сможет максимально прокачаться. Давай вот это все поубираем. У нее, я думаю, что получится как раз выйти на уровень знаток. Вот по поводу виртуоза я не знаю. Мы попытаемся. Но не факт. Не факт. Вы видите, как долго у нас происходит здесь прокачка. Поэтому не будем пока ничего наперед планировать. Я надеюсь, что мы сейчас с вами попробуем скушать это рагу туриста. Я надеюсь, что оно получится, ну, достаточно вкусным. Давай пока поболтаем с Луной. Я вам уже говорила, что я бы очень хотела, чтобы Мара и Луна стали хорошими подругами. Хамский анекдот, но это такое. Нет, мы не будем так с вами разговаривать с ней. Мы выразим восхищение. Приветик, милашка. Спасибо. На мне твой любимый наряд? На мне твой любимый наряд? По-моему, Гидри вообще не переодевается. Какой любимый наряд? Вы знаете, что самое глупое? У нас участок без удобств. И нам все равно приходит, ого-го-го-го, какие огромные щита. Давай-ка ты почистить лоток. Ну, мы, наверное, будем Сабрину просить, правильно? О, все, ты приготовила, молодец. Мы сейчас всех попросим попробовать это рагу. Значит, ты кушаешь. Ты уже поела. Давай-ка, пожалуйста, возьми порцию. И мы сейчас тебя тоже попросим взять порцию. Молодец. Оставь ты этот станок, пожалуйста, в покое. У нас уже столько предметов, что это просто какой-то капец. Мы можем, между прочим, все это попродавать. Ну, может быть, какие-то предметы я бы оставила, знаете, как бы, ну, подарки от наших ведьм. Но остальное я бы хотела продать, потому что, ну, в принципе, стоят они достаточно дорого. И мне кажется, что наша Азура это все делала не просто так. Мы можем даже ножики сейчас здесь выставить. А ну-ка, у нас уже есть. Так все, ножики можем продавать. Давай-ка раз. Сейчас, ну, сорок семиллионов мало. Может быть, мы сейчас можем какую-то деревянную мебель сделать? А ну-ка, давайте посмотрим. Продаем, продаем. Ну, по сорок семиллионов. Знаете, очень даже неплохо. Я бы хотела ее попросить что-нибудь сделать интересное. Удалить. Давай-ка ты резной предмет этот удали. И мы с тобой попробуем сделать скульптуру кролика. Почему она не хочет какие-нибудь столики делать или стульчики? Она обязательно должна делать какие-то такие вот скульптуры. Мы сейчас тебя попросим опять почистить лоток. Давай-ка ты волшебство чистить и используешь. И мы пойдем, наверное, дальше с тобой заниматься зельями. Хотя я бы хотела... О, нет-нет-нет. Убери, пожалуйста, эти жуткие руки. Все, убирай этот предмет. И мы сейчас с тобой посмотрим... А что такое? Ты не хочешь что убрать? Удалить резной предмет? Давай, удаляй. Все. Теперь мы с вами... Нет, скульптуры мы не будем. Мы будем мебель. Вы знаете, что мебель стоит достаточно дорого. Давайте мы настенные украшения сейчас создадим. И затем будем его продавать. Раз у нас сегодня акцент будет на деньги. Мы должны это сейчас как можно быстрее все заработать. Иди, пожалуйста, потом сюда. И мы с тобой будем экспериментировать. Я надеюсь, что у нас получится сейчас прокачаться. Хотя нет, давай пойдем лучше к котлу. Давай к котлу. Это как бы самый такой вот верный способ для прокачки. Ты, наверное, моя дорогая, сейчас пойдешь все-таки в душ. А то у нас как-то в душ никто не может попасть. Один душ, четыре девушки. И как-то, знаете, вот никто не влазит. Я вижу, что у нас много новых растений созрело. Мы сейчас тоже пойдем это все продавать. И я надеюсь, что так. Тут у нас нечего прокачивать. Вот здесь, по-моему, надо поспособствовать росту. Мы можем еще несколько растений. У них поспособствует росту. И в принципе, как вы видите... Ну, у нас может быть даже будет тысяч 15. Потому что Мара сегодня наверняка прогуляется к кому-нибудь. Кстати, а может быть попросить Сабрину, чтобы она нас почистила? Я думаю, что мы можем и сами. Да, отправляйся, пожалуйста. Прими быстрый душ. Ты у нас делаешь настенные украшения. А ты, моя хорошая, сейчас пойдешь не из глины играться. А ты пойдешь петь. Выходи, пожалуйста, на улицу. Вот, иди сюда. И ты будешь тренировать пение. Потому что я хочу, чтобы она как минимум... Я вижу, что в пении прокачивается. И я хочу, чтобы она где-то, ну, до уровня пятого-шестого прокачалась. О-оу, друзья мои, к нам гости пришли. Я так понимаю, что Азуре сейчас нужно будет как-то избавиться от этих гостей. Прости меня, пожалуйста, Джема, но зачем ты сюда пришла? Тебе здесь делать нечего. Мы сейчас используем... Электрис. Давайте используем это заклинание. Мне кажется, что оно раз и навсегда покажет, кому здесь стоит находиться, а кому нет. О, так наши призраки уже показывают, как нужно себе вести, как не нужно. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, вы что здесь? Кто тут вонючка? Все, побежала, смотрите, побежала, побежала. Вот эти лучи мне просто, знаете, ну, не знаю, какой-то отдельный... Отдельный кайф какой-то, знаете, смотреть за вот этими лучами, как тут все переливается. Слушай, и что? Ну, убежала, но испугалась. Стоять. Вежливая. Какое вежливое знакомство? Ты пришла ко мне домой. Ты что-то здесь делаешь. Ты решила пообщаться с нашими призраками. Тебе не до них. Тебе не нужно с ними взаимодействовать. Не сработало? Серьезно? А почему оно не сработало? Слушай, ты что это такое? Почему не сработало мое заклинание? Я же его использую. Ну, давай еще раз. Может быть, куб ей помешал. А ну-ка, давай. Должно уже сработать. А что ты ругаешься? О! А вот оно... Ребят, мы по-моему сейчас двойную дозу используем. Прости меня, пожалуйста. Ну, так получилось, что мне придется тебя два раза немножко так ударить. Но зато больше, я думаю, она к нам приходить не будет. Только Мара отправилась к соседям в гости, как нас уже встречает маленькая девочка. Привет, маленькая девочка. Можно мне к тебе в гости зайти? Давай постучим в дверь, мы же с вами культурные. Как обычно. Мы с вами играем роль соседей. Мы такие все прямо из себя, такие добрые, вежливые, хорошие. Можем постучать аккуратненько в дверцу, сказать здравствуйте. Может быть, вы мне покажете, что у вас тут есть интересного. Ой, ребят, у них тут есть компьютер, который нас может заинтересовать. У нас тут есть... Эм... 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 Что у нас тут... Оооо, что у нас тут происходит? Все, до свидания, извините. Извините, нас никто не видел. Я вижу, что здесь у нас сидит парнишка. Давайте мы Дмитрию смешно представимся. Привет, Дмитрий. Вы кто такой? Вы наши соседи? Мы тоже ваши соседи. Привет, привет, здрасте. Я твоя соседка. Я хотела бы познакомиться с твоими родителями. Ну, я думаю, что мальчонка спокойно скажет, знаете, а вот родители наверху, пойдите к ним. И мы с вами можем сейчас, видите, вот тут стоит компьютер, заглянание, стырита. Никто ничего не видит, пока там родители заняты наверху. Девочка... Ребят, а где девочка? А девочка у нас тут просто стоит и смотрит телевизор, да? Ну, хорошо, пожалуйста. Мы с мальчиком познакомились. Мы с вами, как бы, все, спасибо, здрасте, пойду познакомлюсь с родителями, тихонечко. Раз, два, три, четыре, пять, я компьютер забирать. Ребят, мы с вами украли компьютер. Вы понимаете, а можно еще стул украсть? Блин, жалко, что нужно какое-то время. Нет, мы можем, в принципе, посидеть здесь. Мы пойдем сейчас с мальчонкой поговорим. Давай мы попытаемся тебя узнать получше. Пусть они нас чаще в гости зовут. Мы с вами сможем потом еще и... Кстати, вот этот же холодильник топовый. Он же стоит очень много денег. Блин, ребят, как-то надо соблазнить и холодильник украсть. О, привет. Что ты здесь делаешь, Берн? Может быть, тебе лучше идти бегать в другое место? Мне кажется, что здесь тебе не очень должно нравиться бегать. Потому что тут всякие такие вот ведьмы лазят. А можно у вас еще зеркало украсть? Я бы не отказалась. Нет, инферно, не надо. Чувствую, когда мы с вами будем делать ремонт, друзья мои, нам понадобится много денег. Потому что одна ванная комната – это самый настоящий кошмар. Девочки по утрам постоянно злые, никто не успевает сходить в душ. Но в то же время они пытаются как-то, знаете, поладить друг с другом, и это хорошо. Давайте повыбрасываем все, что здесь есть. Мы же должны им помогать. Здесь вроде бы мы все повыбрасывали. Здесь нам тоже ничего не нужно. И я уже примерно вижу, каким будет наш новый домик. Только я вам пока не скажу. Я думаю, что мы с вами это подготовим уже к следующей серии. Нам пока что надо будет это все попродавать. Нам нужно будет продать весь урожай. И затем вместе с нашей Марой, как я вам уже и обещала, мы пойдем снова в гости. Но перед тем, как мы отправимся в гости, я хочу продать все предметы, которые мы с вами успели накопить. На минуточку. Четыре тысячи, ребят. Четыре тысячи стоит компьютер. Мы с вами смогли накопить чистых восемнадцать тысяч. То есть мы сможем продать часть мебели. И затем, как вы понимаете, у нас здесь будет реально топовый ремонт. Вот просто топовый, топовый некуда. Потому что я очень хочу здесь сделать такой вот подходящий домик для принцессы. Это, конечно, будет не замок какой-то самый огромный. Но в то же время, мне кажется, что для Луны это будет идеальный вариант. Найдите такой вот подарок от... Да, подарок. Нам надо выбросить, скорее всего, вот эти вот... Что у нас тут, кстати, готовилось? Это что такое? Это кто готовил? Не пойми что. По-моему, это какие-то... А, это кукурузинки, ребят. Кто-то готовил кукурузинки. Но, видимо, кукурузинки не захотели готовиться. Эй, милашка, хочешь сегодня пойти со мной на свидание? Нет, Гидри, прости. Мне пока что не до свидания. Мне нужно почистить лоток. Мне не очень нравится, что наша Азура решила теперь ходить... Да, видите, у нее совсем плохое настроение. Поэтому давайте-ка мы ее отправим спать. Я думаю, что когда здесь будет жить одна Луна, мы как раз вот этот этаж сможем поделить на, допустим, зону для сна и туалет. То есть мне кажется, что туалет с ванной у нас тоже здесь будет. Может быть, мы немножко внутри поменяем планировку. Но я думаю, что вы со мной согласитесь, здесь не хватает еще одной ванной комнаты. Хотя, когда у нас здесь будет жить одна наша принцесса, я думаю, что будет как-то попроще. Кстати, мы должны покормить с вами жучков. Мы давно их не кормили. Ну как давно? Относительно. Я их кормила, конечно же, вне ролика. Значит, это мы с тобой сейчас тоже будем убирать. Что случилось? Почему вы все такие грустные? У нас тут есть целый котел. Смотри. Вот, возьми, пожалуйста, порцию. Возьми целую порцию. О, ну да. Одну порцию мы взяли. Вторую порцию ты положи, пожалуйста, в багаж. Мы сейчас будем с тобой выбрасывать. А то у нас сейчас завоняется эта порция, и все. Я практически все зелья передала нашей принцессе. То есть, когда она станет старше, мы с вами сможем, ну, хоть какой-то, знаете, ей сделать, как я уже сказала, подарок. Это у нас нормально. Что у нас испортилось? Ну, я так и думала, что рагу испортилось. Значит, ты сейчас должна покушать. Что это за манера взять и все бросить? Это отвратительная манера. Пожалуйста, так делать не нужно. Так, так, так. Я уже слышу кого-то в доме. Давайте-ка мы постучим. Аккуратненько. Посмотрим, чтобы там никого не было. Мы, кстати, с вами можем устроить пожар где-то на участке, чтобы отвлечь внимание наших соседей. Здрасте. Опять у нас тут... Ребята, да что же это такое? Мы ко всем приходим в гости, и у нас все развлекаются. Я хочу посмотреть. Значит, здесь у нас есть проход. Привет, девочка. Тебе тоже не очень нравится, что твои родители нас не пошли встречать? Ух ты. Какой интересный, необычный ребенок. Может быть, не стоит нам сейчас тут как-то себя прям сильно, ну, как бы привлекать к остальным? Надо посмотреть, что у нас тут есть интересненького. Эти развлекаются. Я вот думаю устроить... Ну, вот здесь давайте устроим, наверное, волшебство, заклинание, инферно. Я смотрю, что остальные как-то, ну, не обратили внимания. Эти вообще развлекаются. У них там своя какая-то атмосфера. Я вот думаю, либо телевизор можно взять, либо можно взять, конечно, диджейскую установку. Но вот как-то телевизор, знаете, мне кажется, поближе будет. Ой, извините. Бежим сюда. Иди, пожалуйста, сюда. Вот видите, все разбегаются. И эти уже успокоились. О, ребят, вы посмотрите, какая у нас тут интересная... Подождите, какая интересная парочка. Посмотрите. То есть, получается, ну, как-то я не думала, что они смогут сойтись. Знаете, я все ожидала от Sims 4, но прям такая вот необычная. Это прям интересно. Ага, вот видите, у нас сегодня... Главное, эти сели потрепаться. Мы не можем сейчас использовать наше заклинание. Поэтому давай-ка мы сейчас подождем, когда у нас утихнет пожар. То есть, вы видите, что дети выбежали из дому. Это хорошо. Эти общаются. Этим вообще плевать, что здесь происходит. Пожар? Какой пожар? Сейчас у нас тут все потухнет. И мы с вами сможем... Давай-ка это... Нет, звоните в пожарное отделение. Нам не надо. Мы же не бы хотим привлекать внимание. Мы сейчас с вами аккуратненько. Когда оно потухнет, мы сможем забрать вот этот вот телевизор. Тушить не хочу, потому что мне кажется, что мы сделаем только хуже. Наверху у них, понятное дело, нет ничего интересного. Ты куда побежала? Правильно, выбегай. Тушить не надо. Давай-ка, ладно, сами потушим. А то мне что-то подсказывает, что, например, тот же Хоакин будет здесь очень долго сидеть и ждать, когда... Может быть... О, тоже выбежал. Смотрите, это прекрасно. Сейчас она тушит, и мы забираем у них телевизор. Знаете, отыграли такую роль, мол, мы как бы в гости пришли, вы понимаете, позвоните. А ты что, не можешь успокоить этот огонь? Ты же у нас контролируешь пламя, дорогая моя. Ты у нас смогла поджечь, сможешь и потушить. Какие проблемы? Кричат, степь, нет, чтобы в пожарное отделение позвонить. Ну вы посмотрите, ну как так можно? Причем Хоакин даже не попытался... Все? Или тут еще горит? А ну-ка иди сюда. Все, прекрасно. Теперь, друзья мои, мы с вами сможем использовать очень интересное заклинание. Только аккуратно, блин. Надо очень-очень аккуратно действовать. Тихо-тихо-тихо, подожди. Нет, давай мы здесь встанем и постоим. Мы здесь постоим, здрасте. Мы к вам в гости пришли. Волшебство, заклинание. Стоять. Нет, мы сейчас как раз можем его использовать. Ну-ка, ну-ка. Никто не смотрит. Раз, два, три, четыре, пять. Телевизор забирать. Телевизор это самая лучшая вещь. Все? Все, ребят. Будем считать, что никто ничего не видел. Ну а мы будем возвращаться домой. Вот оно, друзья мои. Мы вернулись домой. И Луна как раз повзрослела. Начало взрослой жизни. Вас ждут ответственные решения, увлекательные карьеры и большие перспективы. Кто сказал, что 20 лет? Это не круто. Значит, она у нас немножко привереда. Она у нас искусствовед. И я думаю, что мы можем выбрать для нее, для нее, для нее, мне кажется, что какой-нибудь, знаете, такой вот, какую-то черту характера. Мне кажется, что мы можем взять эгоцентричное. Но вот она сейчас живет с ведьмами. То есть она привыкла быть в центре внимания. Она привыкла к тому, что ведьмы ее окружают заботой. И мне кажется, что надо выбрать вот вариант эгоцентричное. Попробуем, посмотрим. Может быть, ей этот вариант подойдет. Может быть, поменяем черту характера. Хотя мне кажется, что вот как раз вот этот вариантиц будет для нее идеальный. Я думаю, что наши ведьмы съедут в четверг. То есть, чтобы у нас все было, знаете, как-то... Ну, будет как-то странно. Они сейчас прям съедут. И это как-то грустно, что ли. Взяли и сразу съехали от нее. Мол, день рождения, что? Прости, пожалуйста, я уезжаю. Я надеюсь, что наш мэр Усиков больше не будет царапать новую мебель. Потому что у нас, как вы понимаете, будет ремонт. У нас сейчас есть 20 тысяч. Я хочу посмотреть, что у нас есть еще интересно. У нас есть 500 симолеонов. И за 3 500 мы украли с вами телевизор. Я думаю, что 24 тысячи, это без продажи мебели, нам с вами должно ну хватить просто с головой. Я хочу посмотреть, что у наших барышень есть по карманам. Мы наверняка что-то должны будем продать. Парочку рыбок я, наверное, подарю нашей... Так, это тоже я хочу отдать сюда. Я хочу поставить небольшой аквариум. Поэтому я думаю, что парочку рыбок мы отдадим. А все остальное можно продать. Давай-ка будем продавать вот эти вот все кристаллы. Я думаю, что нам они в ближайшее время не понадобятся. Мы можем все вот эти предметы продавать очень смело. Я думаю, что клубнику разве что мы отдадим нашей принцессе. Вот эти все фрукты, овощи. Может быть, она сможет здесь вырастить какой-то большой сад. Который ей будет приносить деньги. Потому что, как вы понимаете, принцесса устраиваться на работу, но, скорее всего, не сможет. Может быть, она будет вязать. Может быть, заниматься фрилансом. Но куда-то на работу, но это немножко не то. Это мы тебе передаем. Я также хочу отдать все вот эти вот семена. Это все наше. Это все мое. Спасибо. Это мы с вами продаем. То есть, смотрите, у нас уже есть 25 тысяч. Я думаю, что грязную одежду мы тоже можем продать. И мы отдаем, конечно же, лягушек. Здесь я бы хотела продать вот эти все скульптуры. Они нам точно не понадобятся. Продаем. Ну и грязную одежду тоже. Все остальное пусть остается у Азуры. У тебя мы тоже успели все продать. Только несколько предметов я хочу перенести нашей принцессе. Все, друзья мои. Мне кажется, что этого должно хватить на первое время. Наша Луна молодец. Она старалась изучать все необходимые навыки. Что-то она успела изучить. К сожалению, что-то не успела изучить. Но в то же время я вижу, что к нам пришла какая-то мадама. Лилиана, что ты тут делаешь? Тебе здесь делать нечего. Прости, пожалуйста. Но мне придется в последний раз использовать халадрыга. Перед тем, как наша прекрасная Азура вместе со своими сестрами, будем так называть, отправится в другое местечко. Я думаю, что жить они будут недалеко. Мне кажется, что мы выберем для них какой-нибудь участок, чтобы они могли время от времени приходить к нам в гости. Чтобы они могли наблюдать за жизнью нашей принцессы. И если вдруг та будет в опасности, они смогут ей помогать. Мне кажется, что им должно понравиться, например, местечко. Может быть... Ну, мы, кстати, можем кого-то выселить, например, из этого дома. А почему бы и нет? И поселить, например, где-нибудь здесь на участке. А может быть, где-нибудь чуть подальше. Ну что, друзья мои, начинается новый этап. Начинается игра за нашу принцессу. И теперь ей нужно будет встретить принца. И затем мы с вами узнаем, кто же будет следующим наследником. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok